Это программа День с толком. В студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. За отказ от вакцинации могут начать штрафовать. Что думают о возможном нововведении барнаульцы? Укол за 120 миллионов рублей. Маруся Яценко все еще нуждается в помощи. По-настоящему народная лыжня. В барнаульских парках вновь появились спортивные маршруты. За отказ от вакцинации могут начать штрафовать. Такую инициативу сейчас рассматривает Роспотребнадзор. По словам главы надзорного органа Анны Поповой, Россия в этом вопросе опирается на опыт разных стран. Так в Австрии за отказ от прививок решили штрафовать на 3600 евро. А в США накажут компании, которые имеют в штате свыше 100 сотрудников. Мы в свою очередь решили узнать, что думают о возможном нововведении барнаульцы. Вот если честно сказать, вот так пи-пи-пи-пи. Ну вообще я против, конечно, этого всего. И вообще вот так бы отменили бы все вот это. Это просто мне, я считаю, издевательство. Вот эти прививки. Я считаю, что это должно добровольно быть. Ну люди не хотят вакцинироваться, а их еще штрафовать на 350 тысяч. Кому лучше-то делать. Стравовать это вообще не выход. Нужно с народом договариваться и доносить свою позицию, какую они хотят. А мы хотим, чтобы мы жили как люди. Хотят ввести штрафы за отказ от вакцинации. Правильно ведут. Правильно. Потому что вот я не хочу ходить заразу собирать. Раньше ставили прививки, сейчас в роддоме ставят прививки, никого не спрашивают. Разве это после? Очень негативная дума по этому поводу. Я тем более студент. Я все-таки за свободу. Да, как с животными с нами поступают. Да должен быть привитый человек. Но вопрос о здоровье, это вопрос лично каждого человека. Продолжение темы пандемии. Предложения и замечания, которые внес Алтайский парламент в российский закон о QR-кодах, приняли во внимание на федеральном уровне. Напомним, на днях Госдума в первом чтении одобрила закон обведения ограничительных мер в общественных местах. Согласно законопроекту, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания можно лишь с предъявлением QR-кода о вакцинации от коронавируса либо медотвода. Концепцию закона Госдума одобрила в первом чтении. Члены Алтайского парламента внесли свои корректировки. Они были рассмотрены и приняты Государственной думой. Но, как пояснили в АКЗС, говорить о том, что их приняли окончательно, пока рано. Проект закона ждет второе чтение. В Алтайском парламенте надеются, что их предложения пройдут и следующий этап. В проекте закона, который приняла Госдума, говорится также о том, что нужно постоянно мониторить экономическую ситуацию в связи с введением QR-кодов. Эту меру тоже продвигают в том числе алтайские парламентарии. Напомним, законопроект повторно направили для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство. На это есть еще целый месяц. Жители Алтайского края начали жаловаться на рост стоимости бензина. Так барнаульцы заметили, цена растет примерно на 10-15 копеек в неделю. Как сообщают РИА Новости, по доступности бензина для населения, наш регион сейчас на 76 месте из 85. В среднем житель края на зарплату может позволить себе 625 литров топлива в месяц. В октябре цена 92 бензина в Алтайском крае составила 44 рубля 31 копейку. За 10 месяцев его стоимость выросла более чем на 8%. А вот в лидерах по доступности Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. Там на среднюю зарплату люди могут купить более 2000 литров 92 в месяц. Видимо, не случайно многие жители региона приобретают электромашины. Кстати, заряжать электротранспорт в краевой столице станет проще, и автовладельцам не придется стоять в очередях. К слову, только в Барнауле электрокаров более 250, а зарядных станций очень мало. Теперь появилось еще две. У гостиницы Центральной и на проспекте Социалистическом 109. За установку электрозаправок взялась Барнаульская гора электростей. Точки тока, так называются заправки для электрокаров, появятся в 2022 году по всему Алтайскому краю. К слову, любителей электрокаров в Барнауле становится все больше. Один из них Денис Тарасенко с подобным видом машины познакомился благодаря другу, взяв на месяц электротранспорт на пробу. Понял, что это удобно и выгодно. Позже приобрел уже свой электрокар, но возникли неудобства с зарядом авто. Одна станция за городом на 250 машин. Как результат, двухчасовые очереди. Заряжаю дома, живу в частном доме, провел провод, заряжаю дома. Заряжается, если полный заряд, то это часов 6. Супер, что в центре города сделали, теперь не нужно бояться, не нужно следить за зарядом, можно приезжать, заряжаться, очень удобно. Для заправки нужен лишь телефон. С его помощью вы сканируете QR-код, скачаете приложение и уже в нем выберете нужную для вас зарядку. Мощность оборудования станции составляет 60 киловатт. Это позволит полностью зарядить электрокар в среднем за 40 минут. Стоит отметить, что стоимость одного киловатта 15 рублей. И важно, что город готов к подобным станциям. Сразу могу заверить, что никаких вопросов нет. У нас в городе Барнауле резерва по мощности, ну, во всех районах города, то есть довольно много. Вот, поэтому с этим проблем никаких не возникнет. Борьба идет за экологию, особенно это актуально для городов крупных. Ну, Барнауле, может, не такой крупный, но тем не менее, у нас количество машин растет, ну, очень быстро. Сегодня на электроавтомобиле без подзарядки можно проехать в среднем от 150 до 500 километров, в зависимости от мощности машины. По прогнозу сотрудников горы электросети, через 10 лет доля электромашин в структуре всего транспорта составит около 30%. Мы проводили сравнительный анализ, то есть получается где-то в 5 раз дешевле, чем на бензине заправляться. Плюс у электроавтомобиля отсутствует двигатель внутреннего сгорания, соответственно, отсутствует необходимость в периодической замене масла. Отсюда следует электрокар иметь выгодно, еще и полезно с экологической точки зрения. В следующем году станции точки тока появятся еще в 32 местах Барнаула. Их установят рядом с крупными торговыми центрами города, а также на территории заправок. Также 16 подобных станций планируют смонтировать вдоль федеральных трасс. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. 18 водителей и 11 пешеходов получили административный штраф. В Барнауле вновь выявляли нарушителей правил дорожного движения на пешеходных переходах в рамках краевого профилактического мероприятия. Его цель – повысить безопасность на дорогах. К слову, за последние 11 месяцев в Барнауле зарегистрировано 765 ДТП. Около тысячи человек получили травмы. Погибло больше 30. Большая часть наездов произошла по вине водителей, но нарушителей есть и среди пешеходов. Госавтоинспекция обеспокоена также количеством аварий с участием несовершеннолетних – порядка 130 случаев. На пешеходных переходах пострадало 76 детей. За 11 месяцев этого года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 9200 водителей и 7000 пешеходов. Удобно и экологично. Жителям поселка Октябрьский первыми в барнаульской зоне выдали сотню мусорных контейнеров для личных домовладений. И это лишь начало. Для городских поселков закуплено 2000 баков. И платить за них не нужно. Как восприняли новшества жителей и к кому еще придет комфортный сервис – расскажем далее. Кто бы мог подумать в начале мусорной реформы, что она буквально заедет в каждый дом. Барнаульский рекоператор впервые начал выдавать жителям частного сектора своей зоны индивидуальные мусорные контейнеры. Новшество, конечно, интересное. Но сейчас посмотрим, как все это будет обстоять. По размеру вроде бы нормальный. Бак легкий, рассчитан на 120 литров. Это месячная норма на человека. Пластик прочный. Будете беречь, да? Как зеницовка. На территории бестарный вывоз мусора. Конечно, это есть неудобства. Это и ветер, и животные, которые растаскивают это все. Но надеемся, что с данными мерами у нас будет порядок на территории. Порядок и комфорт взял на себя рекоператор. Платы жителей за индивидуальный бак ни разово, ни ежемесячно не будет, поясняет в компании. По федеральному закону отходы нельзя складировать бестарным способом. Чтобы здесь у граждан было и удобно, и все согласно федерального закона, мы за счет своих собственных средств приобрели 2000 контейнеров. Вот в поселке Октябрьском, Гласихинская администрация, будет выдано 1000 контейнеров. Вторую тысячу контейнеров распределяют среди жителей авиатора и спутника. Личные баки должны положительно отразиться на санитарном состоянии поселков. У нас много жалоб, что кто-то идет откуда-то и бросают в эти баки свой мусор. Ну а тут, пожалуйста, закатил и ради бога. В декабре-январе рекоператор будет вывозить здесь отходы как из индивидуальных контейнеров, так и бестарным способом. Потом мусор будут забирать только из баков, которые предоставил Экосоюз. Единственное требование – это следить за состоянием контейнера, не складывать отходы, которые нельзя размещать, потому что контейнер пластиковый, туда не подходят горящие, кирпичи туда нельзя складывать. Жители несут материальную ответственность за баки, подчеркивают в компании. На покупку двух тысяч мусорных контейнеров рекоператор потратил около трех с половиной миллионов рублей. И эту работу продолжат в следующем году. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком. Продолжим. Четырехлетняя жительница Барнаула Маруся Яценко по-прежнему нуждается в дорогостоящем лечении. Девочка с рождения борется со спинальной мышечной атрофией. Чтобы победить заваливание, ей необходим препарат Залгинсма – самое дорогое лекарство в мире. Оно было зарегистрировано в России еще год назад, однако пока детей, получивших лечение, в стране нет. Тем временем у Маруси остается совсем немного времени, чтобы ввести препарат. Ведь по медицинским показаниям вес ребенка не должен превышать 13,5 килограммов. В гостях у девочки уже не в первый раз побывали наши корреспонденты. Я всегда всякие песни люблю. Чтобы иметь возможность танцевать хотя бы на инвалидном кресле, Маруся Яценко вынуждена каждые 4 месяца терпеть уколы в спинной мозг. Уже почти 4 года, с самого рождения, девочка живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Остановить развитие которого можно только двумя способами. Постоянными инъекциями препарата спинраза или единственным уколом самого дорогого лекарства в мире – Залгинсма. Его стоимость свыше 120 миллионов рублей. Препарат Залгинсма – это препарат на основе аденовируса. И, как понятно всем, что это токсичный препарат. То есть в организм ребенка вводится вирус. И внутри этого вируса спрятан тот ген. То есть это трансплантация гена, так скажем, простому, который приносит вирус в клетке. Залгинсма – токсичное вещество. И при высоких дозировках может вызвать поражение печени. Именно поэтому клиники, работающие с этим лекарством, ограничивают вес ребенка до 13,5 килограммов. Уже год родителям Маруси приходится следить за тем, чтобы она соответствовала требованиям. Мы ограничили немножко в сладком. Она особо сама не лопает сладкое у нас. Ну, как бы булки, естественно, такое мы не едим. Мы что-то стараемся, чтобы белковое содержание побольше было, потому что нам это необходимо. В прошлом году лекарство было зарегистрировано в России. Однако, говорит Людмила, механизм назначения до сих пор не отработан. Лечащий врач должен обратиться в Краевой Минздрав. Затем ведомству необходимо передать информацию в федеральные клиники для прохождения консилиума. И только потом специалисты принимают решение о назначении препарата. Лишь после всех этих согласований фонд «Круг добра» сможет предоставить лекарства. При этом сроки неизвестны. В идеале, вот если в январе сейчас бы мы ввели спинразу, и следом там, ну, буквально через месяц, да, через три недели, через месяц ввели бы золгансма. Это вообще идеальный вариант был бы для нас, потому что уже будет больше четырех лет дальше. То есть, ну, и хотелось бы, чтобы первое время под прикрытием спинраза. Времени, чтобы поставить Марусе укол, остается все меньше. Именно поэтому ее родители ведут сбор средств, чтобы оплатить лекарства, не дожидаясь помощи фонда. Из необходимых 120 миллионов рублей собрана половина. Помочь Марусе начать жить полноценно, без постоянных инъекций, может любой неравнодушный. Реквизиты на ваших экранах. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Кстати, волонтеры собирают имакулатуру, чтобы передать деньги, вырученные за нее родителям Марусе. 23 декабря сбор бумаги продолжится. В корпусе М Алтайского государственного университета всех желающих ждут с 17 до 20 часов. Корпус М – это свечка на улице Молодежной. Для желающих сдать имакулатуру вход будет открыт. Нужно лишь назвать цель вашего визита. Ну а теперь к новогодней теме. До самого любимого праздника осталось две недели. Губернатор Виктор Томенко исполнил мечту юной жительницы Барнаула в рамках акции «Елка желаний». 16-летняя Ксения Ипатова очень хотела попасть в закулисье театра. В преддверии Нового года, чтобы было хорошее настроение и красиво, и иногда можно сесть попить чеку, например, со сладостями. Перед представлением Виктор Томенко вручил новогодний подарок девочке и немного пообщался с ней и ее мамой Оксаной. По словам Оксаны, девочка плохо слышит, но это не мешает ее творческим занятиям. Так Ксения участвует в школьных спектаклях и солирует в коллективе жестового пения «Звездочки». Детский фон Раиса Федоровна. Они там поступали, получается, на 2 июня, она пела месяц май. И завтра плакал. Но нам понравилось тоже очень. То есть первое такое мероприятие для нас большое было. Ну и все остальные люди проходят. А еще девочка интересуется театром. Глава региона пригласил ее на спектакль театра «Кукол сказка». Ксюша ни разу там не была, и Виктор Томенко признался, что сам не видел спектаклей сказки. Догадываетесь, какая у губернатора занятость? Ему, конечно, на спектакль ходить негде. Короче, Ксюша, если бы не ты... Виктору Петровичу бы не повезло попасть на спектакль. Вместе они посмотрели спектакль «Путешествие голубой стрелы». В основе представления сказка итальянского писателя о приключениях игрушечного поезда и отважных игрушек. Одна из ключевых тем как раз «Рождественское добро и чудо». После спектакля Ксюша отправилась на экскурсию по закулисью и познакомилась со всеми персонажами и игрушками сказки. Добавим, что акция «Елка желаний» проводится в Алтайском крае уже не первый год. Ее цель – внести новогоднюю сказку в жизнь детей, семьи которых находятся в сложном положении. Желания детей исполняют представители органов исполнительной власти. Продолжение темы здорового образа жизни. Чтобы покататься на лыжах, в лес теперь ехать не нужно. В Барнауле лыжню второй год подряд прокладывают в парках и называют «народной». Пользуется ли таковая спросом? В «Изумрудном» побывала Анастасия Наборщикова. Готовы? Лыжи на парочере? Со своими лыжами не в лес, а в парк. Народная лыжня вновь стартовала в Барнауле. И в этом году сразу в трех парках – «Изумрудном», «Юбилейном» и «Имени Ленина». Нам лучше с голым торсом бегать. С голым торсом? Почему? Зимой плаваем. Зимним плаваем. Поэтому нас стесняет. Зато четверолапых такая шерстка не стесняет. В «Изумрудном» для них в день старта лыжни открыли тренировочную площадку. К слову, единственную в городе. «Устроили конкурс красоты для собак, то есть конкурс новогодних костюмов. Тоже яркое, интересное мероприятие. Мы создали место встречи конкретного сообщества собаководов. То есть они там общаются, они выгуливают собак, они обменяются опытом. Туда могут включаться и кинологи профессиональные для проведения мастер-классов, открытых уроков». Для лыжников в планах организовать прокат и раздевалку. Саму лыжню сделать интереснее. Кстати, этим уже занялись. «Если вы начинающий лыжник, то вам в «Изумрудном» здесь трасса легкая. Для спортсменов трасса в юбилейном. Там горки, склоны и разные дистанции». Можно кататься для себя или готовиться к соревнованиям. Городским, региональным и даже краевым шансы есть. А вот спортивных выходных, ну помните, тех, когда на коньках разрешают кататься бесплатно, ждать не стоит. «В прошлом году, когда пошла пандемия, только начиналась, поэтому решили, что все-таки пандемию надо бороться только на свежем воздухе, только активным занятием. Поэтому были анонсированы спортивные выходные. В этом году пока это все-таки коммерческие предприятия, они зарабатывают и живут на этом, и обслуживают профессионально эту трассу. Поэтому пока посылов таких не было». Зато есть лыжня прямо в центре города. Организаторы говорят, если у народа спрос будет, то нечто подобное появится и в других парках в каждом районе города. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Продолжение следует...